Сейчас появилась, да? Елизавета Александровна, я вас хочу попросить все-таки не выбиваться из регламента. Да, конечно, я постараюсь уложиться в регламент, не выбивать. Я хотела бы в рамках своего доклада рассказать об использовании сетевых информационных ресурсов в процессе работы с западноевропейскими книжными памятниками, которые были использованы нами при подготовке к публикации каталога изданий, посвященному собранию изданий 15-16 века, хранящихся в фонде научной библиотеки Российской академии художеств. Как уже сказала Валентина Захаровна, выступавшая ранее, научная библиотека Российской академии художеств – старейшая публичная библиотека по искусству в России, фонд которой отражает специфику истории развития академического художественного образования и включает в себя издания как на русском языке, так и на различных иностранных, в том числе и отечественную и зарубежную периодику, листовой иллюстративный материал, в том числе и стампы, фотодокументы. В библиотечном фонде выделено собрание старопечатных книг 15-16 веков. Печатное наследие этого периода представляет собой особый интерес с точки зрения исторического и культурного наследия. С позиции исследования оформления книг, являющихся образцами биографического искусства, именно в XVI веке художественная и научная иллюстрация, зародившаяся еще в первое десятилетие начала книгопечатания, достигает высочайшего уровня. В рамках исследования коллекции книжных памятников указанного периода было изучено и описано 60 книг в 51 переплете. Собрание состоит в том числе, включает в себя одно издание XV века и издание первой половины XVI века, то есть палеотипов. Среди рассматриваемой коллекции представлены труды выдающихся ученых-гуманистов, пилософов, художников. Особое место в ней занимает собрание трудов по архитектуре. Старопечатные произведения, вошедшие в коллекцию изданий XV-XVI века, являются документами, обладающими высокой культурной ценностью. У каждого экземпляра своя история бытования, в соответствии с которой многие из них претерпели ряд изменений на протяжении почти полной тысячелетия. Встречаются экземпляры, у которых отсутствуют титульные листы, нарушена погинация, утрачены фрагменты текста или иллюстрации, или наоборот, вплетены фрагменты из более поздних публикаций. Многие произведения, которые переиздавались в течение XVI века, сохраняют субтитульные листы, посвящения или привилегии, перепечатанные в повторных тиражах без изменений, с сохранением ранней датировки. Все это требовало тщательного изучения с целью определения точных выходных данных и сведений об ответственности, выявления лиц, причастных к изданию того или иного документа для каждого отдельного экземпляра. Для решения этих задач необходимо было провести сравнительный анализ, сверяя постраничные отдельные экземпляры с цифровыми копиями аналогичных изданий. Так как речь идет о западноевропейском печатном деле, особое значение имели справочные научные труды, изданные в Европе, которые не всегда в полной мере представлены в фондах отечественных библиотек. Для атрибуции зарубежных изданий, в частности западноевропейских книжных памятников, требовалось привлечения в большей степени иностранных источников, в частности, представленных в сети интернет. Несмотря на то, что в интернете представлен доступ не ко всей научной информации, разработанные научным учреждением специализированные ресурсы являются серьезным вспомогательным инструментом в изучении западноевропейских книжных памятников, присутствующих в собрании отечественных библиотек, музеев и архивов. Многие узкоспециализированные базы данных, в том числе касающиеся западноевропейских книжных памятников и изданий по искусству, живописи и архитектуре, разработанные профильными учреждениями на территории Европы, не так просто выявить в сети интернет. Это связано не только с возможным языковым барьером, не всегда есть возможность ознакомиться даже с англоязычным источником, так как могут быть использованы и другие национальные языки, но также с необходимостью выявить все специализированные библиотеки, архивы или музеи, которые могут быть малоизвестными, за пределами одной страны. Поэтому выявление характеристика узкоспециализированных информационных ресурсов являлось актуальной задачей. Всего было выявлено 37 электронных ресурсов, которые были использованы для атрибуции изданий и собраний библиотеки. Они были подразделены на 4 крупные группы. Первая включала в себя сайты библиотек, их электронная каталогия, вторая каталогия музеев, третья проекта, специализирующаяся на изданиях XV-XVII веков и, соответственно, информационный ресурс, относящийся к художественному рынку. Большинство сайтов были доступны на английском, французском и итальянских языках. Исключения составили всего два, один из которых был представлен только на нидерландском языке и один только на испанском. Большинство ресурсов можно рассматривать на нескольких языках, так, например, Церутезаурус предлагал также русскоязычную версию. С позиции анализа следует рассмотреть подробнее каждую группу электронных ресурсов. К первой были отнесены электронные каталоги библиотек. В первую очередь, это, конечно, крупные национальные библиотеки таких стран, как Франция, Австрия, Бельгия и Германия. И специализированные университетские библиотеки, как, например, Колумбийская университетская библиотека в США или Библиотека Национального института искусства Франции. Говоря об изданиях XV-XVI веков, следует отметить, что в электронных каталогах библиотек, как правило, подробно расписаны сведения, касающиеся истории создания издания, то есть указаны выходные данные, лица, причастные к созданию труда, авторы, граверы, художники, печатники, количество страниц и иллюстраций в экземпляре из конкретной коллекции. Многие зарубежные библиотеки также ведут работу по оцифровке документов и выкладывают их в открытый доступ, что позволяет сравнить несколько книг с одинаковыми педаграфическими описаниями и определить точную датировку экземпляра, также сравнить погенацию, определить утраты и схожесть изображений, что было важно в ряде некоторых изданий из коллекции научной библиотеки. Говоря о сайтах музеев, следует отметить, что когда книги отсутствовали, не были выявлены в электронных каталогах библиотек, они зачастую обнаруживались в коллекциях музейных. В электронных каталогах музеев коллекции, как правило, представлены все те же сведения, что и в каталогах библиотек, только в несколько ином формате. В ряде случаев было более подробно расписано сведения об авторах иллюстративного материала. Таким образом, первые две группы электронных информационных ресурсов могут служить вспомогательным инструментом для определения необходимой или недостающей информации об издании, точно определить погенацию. Большая часть проектов, посвященных изучению старопечатных книг XV-XVII веков, ориентирована на более углубленное изучение истории создания отдельных изданий. Многие базы данных представлены на сайтах выявленных проектов, дополненные историческими справками о создании книги и библиографии по изучаемому вопросу. Следует отметить, что большинство проектов было создано при участии или непосредственно крупными национальными библиотеками. Так, например, полные цифровые копии изданий XV-XVI века были представлены в Австрийской национальной библиотеке, а также в проектах Галлика, созданной в Национальной библиотеке Франции и ее партнерами. Сингулярис – проект, объединяющий ряд испанских университетских научных библиотек. Интернет-архив – проект независимой коммерческой организации, в рамках которого также присутствуют цифровые копии библиотек Америки. Также библиотеками создаются дополнительные проекты с фактографическими базами данных. Здесь следует выделить проект Национальной библиотеки Франции – BNF Data. Этот проект позволяет осуществлять поиск принимавшим когда-либо участие в публикациях, по лицам принимавшим когда-либо участие в публикациях, таким как авторы, художники, граверы, иллюстраторы, издатели, или по организациям. То есть можно определить издательство, типографию, бумажную фабрику. Для каждого человека или организация дана краткая биографическая, историческая справка, указанные, связанные с исковым запросом организации, люди, произведения, что позволяет более точно определить авторство. Другим примером может служить итальянский проект Сибина, позволяющий осуществлять поиск отдельных листов гравюр, созданных институтом художественного, культурного и природного наследия в регионе Эмилио-Романио. Одной из крупнейших баз данных, в которых собрано сведения о западноевропейских изданиях до середины XIX века, является Церлтезаурус. Ресурс, созданный под эгидой консорциума европейских научных библиотек, содержит в себе варианты наименования типографии издательств, авторов иных лиц, причастных к созданию книги, включая различные варианты написания их имен на разных языках. Ресурс оснащен системой поиска, с помощью которого можно найти сведения не только об авторе, но также о связанных с ним лицах, его публикации, библиотеки, в которых хранятся его труды и другие детали. Большая часть коллекций библиотеки составляет издания об архитектуре, таких авторов, как Серлио Себастьяна, Пауло Ламатца, Жак Десурсо, Витрувий, Андреа Палладия, Витерлин. Для атрибуции книг по архитектуре XVI века следует отметить другую электронную базу данных – французский проект «Архитектура». Здесь собраны труды по архитектуре, изданные во Франции и переведенные на французский язык в XVI-XVII веках. База данных была создана под руководством современных исследователей Центра изучения Ренессанса Фредерика Лемерля и Ива Павельсо. Здесь собрано большинство изданий по архитектуре XVI века, выходивших на территорию Европы. База данных построена следующим образом. На основной странице дан перечень авторов, писавших об архитектуре. Список снабжен ссылками на библиографию автора, представленную перечнем изданий, где каждое издание дополнено ссылкой на цифровую копию или на статью с перечнем библиографии по этому изданию. Таким образом, база данных архитектура позволила сравнить экземпляры из научных библиотеки Российской академии художеств с цифровыми копиями научной библиотеки Австрии, университетской библиотеки Гейдельберга и библиотеки Колумбийского университета в США, а также выявить ряд справочных изданий и научных публикаций, посвященных трудам по архитектуре XVI-XVIII веков. Преимуществом баз данных информационно-аналитических компаний онлайн-аукционов является доступ к аукционным каталогам и подробной библиографии к каждому лоту, благодаря чему удалось выявить ряд необходимых справочных материалов, каталоги частных коллекций и работы современных исследователей в области книжного дела и искусства. Для решения подобных задач атрибуции следует отметить базы данных ArtPrice и MutualArt, которые позволяют определить, какими аукционными домами продался тот или иной книжный памятник. Также возможно выявить актуальный аукционный каталог, однако в свободном доступе находится ограниченное количество сведений. Для получения подробной информации, как правило, необходимо оформлять подписку. Аналитическая компания Invaluable предлагает базу данных онлайн-аукционов и в отличие от ArtPrice, она в открытом доступе отображает Estimate к лотам и предоставляет библиографию по каждому лоту. Estimate включает в себя не только подробное описание лота, снабжен ссылками на каталоги частных коллекций справочной литературы, что позволяет выявить значительный массив литературы по исковому вопросу. Таким образом, выявленные электронные информационные ресурсы сыграли важную роль в изучении книжных памятников 15-16 веков и в собрании библиотеки. Электронные информационные ресурсы позволили атрибутировать ряд изданий, сравнить постраничные экземпляры с цифровыми копиями других коллекций, что способствовало идентификации изданий с их оригинальной пагинацией, где она была нарушена, изучить недостающие справочные издания и научные труды. Определить историю создания многих книжных памятников, а также познакомиться с биографиями лиц, причастных к их созданию. У меня на этом все. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!